здравствуйте люди добрые вы находитесь на канале голос правды друзья меня не теряйте со мной все хорошо я так сказать ушел немного в сторону на самом деле в последнее время принято очень много неправильных законов которые ну по сути закрывают рот независимым честным блогерам то есть на многие темы становится уже просто невозможно говорить то есть недавно или был принят закон или уже или хотят принять только о том что нельзя будет говорить о ценах на продукты питания то есть понимаете практически вообще скоро ни о чем нельзя будет говорить оскорблять власть нельзя даже если они просто вот наши правители нас постоянно обманывают они не держат свое слово то есть на очень-очень многие темы нельзя говорить нельзя говорить там допустим о очень модном заболевании вот об этом ну ладно не будем тогда говорить об этом хорошо сегодня мы с вами поговорим о том кто будет правителем россии после путина друзья я давно уже задумывался на эту тему и читал предсказания многих пророков православных святых частности василий немчин он предсказывал что после карлика с черным лицом ну угадайте с трех раз кто это будет некий безликий меченосец но я подумал что меч раз меченосец значит это какой-то военный то есть это либо кадыров рамзан кадыров либо шойгу сергей шойгу министр обороны россии и узнаете потом я задумался уже присмотрелся к ним более внимательно и понял что это не они то это точно почему я так понял ну потому что рамзан кадыров какой бы он ни был для кого-то он жесткий даже временами жестокий но друзья он не безликий у него есть так сказать некая своя харизма обаяние но и он все равно известен как не крутит то есть он не может быть безликим да он принципе может быть меченосцем то есть но он воевал тоже в чечне все он принципе подходит под меченосца но он не безликий то есть он отпадает ну и в принципе его население россии никогда не примет как правителя он может быть правителем Чечне я не спорю, но правителям России нет Далее, Сергей Шойгу Друзья Я задумался тоже В принципе, Сергей Шойгу, он постоянно с Путиным Ездит Отдыхать вместе То есть они вдвоем только ездят, больше никого Нет рядом Кроме того, он является министром обороны То есть, ну можно сказать, правая рука Президента России Кроме того, он с ним Играют в хоккей То есть они постоянно, как говорится Рядом И в принципе Он является меченосцем Да, так можно сказать Но с другой стороны С другой стороны Он не подходит Тоже под понятие Безликого То есть все равно у него Ну, как сказать Все равно есть свое лицо То есть он не безликий Получается Тоже не подходит То есть он все равно Более-менее известен Не получается Не подходит И недавно, друзья Мне вот знаете Какое-то пришло Откровение Что ли Тоже вот Ну я постоянно Размышлял на эту тему Просто самому Интересно Кто же будет после Путина Путин же, как говорится Не терминатор Он не вечный Все равно кто-то Будет после него И, друзья Почему-то увидел Копался в интернете Увидел ролики Про американскую армию А потом как-то случайно Увидел ролик Что-то там Про ФСБ Было связанное И увидел Эмблему ФСБ То есть На шевроне ФСБ Изображен меч Получается Что любой Сотрудник ФСБ Является Меченосцем Получается Что, друзья Я так понял Что один из генералов ФСБ Причем Довольно-таки Не очень известный Да Будет Будущим Правителем России После Путина Получается так Ну я пришел К этому выводу Я не знаю Возможно я ошибаюсь Как говорится Сто процентной Гарантии у меня нет Но В принципе Все логично Получается Меченосец То есть он постоянно Носит эмблему С изображением Меча Он меченосец И безликий Потому что его никто не знает Понимаете А много ли И вы знаете Генералов ФСБ Ну я знаю Только Николая Патрушева Все Больше я никого не знаю То есть Любой из генералов ФСБ В принципе Его можно назвать Безликим Меченосцем И в принципе Он подходит Под описание Которое Написал Монах Авель О будущем Правителе России Друзья Сегодня Какой-то день Странный Ну с утра Была отличная погода Солнце светило На небе Не было ни облачка Небо Переливалось Семи цветами Радуги Вот просто Где-то Голубое Где-то Синее Где-то Почти Белое Очень красиво Сейчас вот Ночь Видно Звезды Где-то вдали Полумесяц Сверкает Такой Желтый Прямо Знаете Очень красиво Вот именно Поэтому Я и Люблю Пермь То есть Как-то ездил В Москву На Каникулы По-моему Между Новым годом И Рождеством И вот там Друзья Ночью Получается Ни разу Звезд не видел Хотя и гулял Тоже вечером Ночью А днем Получается Ни разу Солнце не видел И небо Вот вообще Ни разу Представляете Целую неделю Прожил Ни разу Не видел Вот такая Дрянная погода Была Столица Нашей Родины Что еще Интересного Сегодня Произошло Друзья Проехался Сегодня На велике На велосипеде И какой-то Придурок Меня чуть не сбил На Переходе Пешеходном То есть Он заворачивал А я ехал По пешеходному Переходу Я его узнал Это короче Пацан С которым Мы занимались Вместе В спортзале Но он Никогда Умом И сообразительностью Что называется Не отличался Я понял Что он Когда-то Тоже Мы с ним Ездили на Моторной Лодке Потом Что-то Поссорились С ним Чуть не Подрались И Мне Один из Моих Знакомых Потом Рассказал Что они Стали Потом Ездить На Моторной Лодке И он Получается Одну Девчонку Получается Очень сильно Разогнал лодку И стал Резко Заворачивать Ее Выкинуло За борт И винтом Чуть Пол головы Не снесло Вы знаете Сегодня Вот он Меня чуть не Избил Я понял Друзья Знаете Вспомни Вот Присказку Из бриллиантовой руки Помните Там Лелик Говорил Если человек Идиот То это Надолго Ну Как говорится Ладно Избил бы Меня Избил бы Как говорится Одним Придурком Меньше У меня Он рядом Тоже Нескольких Придурков Сегодня Слышал На велике Как раз Выезжаю Тоже Стоит Мужчина И кричит Там Господи Все В твоих Руках Понимаете Время Уже 12 часов Ночи И он Стоит Кричит Вот для чего Ты это кричишь Ну выйди Не за днем Сходи В храм Помолись Бог и так Без тебя знает Что все В его руках Зачем ты это Кричишь Ночью Люди уже Спят Отдыхают Придурок Одно слово Сейчас Вот тоже Ужинал И Тоже Какой-то Придурок Выгнал Свою подругу На балкон То есть Она стояла Минут 10 Или 15 Даже Кричала Андрей Запусти меня Холодно Все-таки Сжалился Видимо И запустил Но видать Бухие Совсем Как говорится Нажрались Вот друзья Друзья Страна Стремительно Деградирует Под Таким Умелым В кавычках Руководством То есть Я уже Не жду Ничего Хорошего От наших Правителей В принципе Я тоже могу Сказать Почему Все в стране Так плохо Я раньше Тоже задавался Этим вопросом И не мог Найти ответ Ну то есть Наши правители Делают все Чтобы нам Жилось все хуже И хуже Вот я к этому Выводу пришел Но я не мог понять Почему это происходит Для чего они это делают Все-таки Правитель страны Должен стараться Чтобы Народу Этой страны Жилось лучше Затем Я прочитал Протоколы Сионских Мудрецов Кстати Эта Повесть Баршурка Является Запрещенной В России По-моему Где-то читал Оренбургский суд Что ли Признал ее Экстремистской Литературой Но я ознакомился Все равно Очень интересная Так скажем Повесть Всем рекомендую Посмотреть Хотя бы Одним глазком И вы знаете Друзья Там очень четкое Объяснение Дано Тому Что происходит В современном мире То есть В принципе Нас ведут К тому Нас ведут К тому Чтобы Страна Ну и вообще Весь мир В целом Не верили Своим правителям То есть По всему миру Какие-то происходят Выступления Народа То есть Не согласны Вот с этим Модным заболеванием Несогласных С политикой Проводимой Их правителями То есть Очень много Людей стало Недовольных Почему это происходит Все идет к тому Что Однажды Масоны Которые Как раз Вот И Являются Вот этим Двигателем Перемен в мире Они выдвинут Своего царя Машиаха И Однажды Все вы Ну не все вы Ладно Большинство Подавляющее Из вас Поклонится ему Признает В нем Бога Знаете Я вспоминаю Тоже Слова Иисуса Христа То есть Он говорил Людям Я пришел К вам И говорю От имени Моего Отца От имени Бога И вы Не принимаете Меня Но Однажды Придет Тот Кто Будет Говорить От имени Своего И вы Примите Его То есть Друзья Все полностью Сбывается Один в один Я смотрю На этот мир И понимаю Куда он Катится Как говорится Пазл Сходится Один в один Ну ладно Друзья На этом Наверное Буду заканчивать То уже много Как говорится Наговорил Кому интересно Смотрите ролики Да Кстати Я вам сейчас Не рекомендую Подписываться Потому что Все кто подписывается Ну вообще Оппозиционные каналы Получается За вами следят В принципе То есть Все Соцсети Они просматриваются Спецслужбами То есть Они знают Какие вы ролики Смотрите На кого вы подписаны Что вам нравится То есть Ставите лайки Значит Это вам нравится Ну как говорится Воля ваша Хотите Ставьте лайки Хотите Не ставьте Можете Дизлайк поставить Ради бога Воля ваша Как говорится До свидания Если будет Что-то еще интересное Буду выкладывать Ролики На канал Но не так часто Может Раз в месяц Раз Там В две В три недели Так что Ну как говорится Не теряйте Я жив Здоров Все спокойно Ну а если Как говорится Убьют То ничего страшного Одним дураком меньше Ну ладно На этой Мажорной ноте Как говорится Буду заканчивать До свидания С вами был Олег Бурылов Ваш голос Правды Субтитры сделал DimaTorzok